Всем привет, друзья! Вышла новая небольшая модификация под названием Наити. Что ж, давайте посмотрим, что это за мод такой. Цирюльник. Как же болит голова. Что я здесь делаю? Нужно выбираться. Так, задание. Встретиться с проводником. Значит, играем мы за некого цирюльника. С Севой мы тут. ТРС-301. И вот этот цирюльник очухивается в бункере ученых на Янтаре. Ага, в ПДА карты нет. Ладно. Значит, встретиться с проводником. Контракт с учеными истек. Все дела сделаны. Пора паковать чемоданы и двигаться к тропинке на дикую территорию. Где-то там меня должен поджидать мой проводник. Но, похоже, тут... Да, так просто мы не выйдем. Кодовый замок. Ладно, допустим. Опа. На картине. Азбука Морзе, что ли? Ладно, сейчас будем разбираться. Записная книжка тут имеется. С подсохшими оранжеватыми листами. Интерференция света. В первое явление интерференции было независимо обнаружено Гримальди. Для луча, прошедшего через два близких отверстия. Так. Обратная сторона есть. А здесь у нас как раз-таки Морзянка. Ну и, похоже, нужно будет сейчас расшифровать ту Морзянку, которая на картине есть. Значит, давайте смотреть. Тире Четыре точки. Шесть. Так, как бы тут встать так? Чуть-чуть вот сюда вот сдвинемся. Стоять. О, отлично. Значит, тире четыре точки. Потом точка три тире один, шестьдесят один. Потом два тире две точки. Шестьдесят один семь. И четыре точки тире шестьдесят один семьдесят четыре. По идее. Шестьдесят один семьдесят четыре. Логично. Ага, кажется, все верно. Так. А тут у нас прям аномалии в бункере. Ничего себе. Что это тут случилось? Нифига себе! Что за чертовщина? Может, тут и артефакты есть? Я не знаю. Да. Так. Оно само. Я пока еще ничего не нажимал. Ладно. Выйти мы так просто не можем. Эта штука неактивна. Так, а на месте Сахарова что сейчас? Опа. Профессор Кривошейн. Здравствуйте. Боже, правый призрак. Со мной же призраки разговаривают. Постойте. Выслушайте меня внимательно. Пожалуйста. Я понимаю все неясную ситуацию. Но прошу, дайте мне сказать. На самом деле я живу. Не материален. На мою тело. Но как такое может быть? Я в зоне всякое видывал. Но чтобы такое, никогда. Да. Да. Я понимаю вашу реанцию. Позвольте объяснить. Весь наш научный персонал сработал над крупным проектом. Мы предвидели на великое открытие. Понимаете? В общем, в одном из выросов вместе с военном персоналом, рядом с озером, в среде стоя листвы деревьев мы увидели необычайный яркий источник света. Мы стали сближаться. Из деревьев мы увидели источник этого свечения. Артефакт. Подмечу, что ранее с подобным экземпляром мы никогда не работали. Артефакт искрился, изворачивался и светился, словно яркий лучик солнца. Представлял он себя небольшую веточку с вероятно красивыми, алыми лепестками. От него веяло ароматом персикового дерева. Возможно, я приукрашиваю, но на тот момент все было точно-точно. Представляете? От него так же исходил розоватого цвета дымок. Стало темнее. Я дал отмашку военной, чтобы те аккуратно подкопали цветок. Как только они закончили, мы выстрелились к рейдам и стали возвращаться в бункер. Как вдруг издали, мы увидели, как на нас со стерпителями лежит стая слепых лицов. Тоже мгновенный военный персонал приготовился открыть огонь на поражение. Но каково же было удивление, когда собаки, свернувшись в клубок, начали вещать от боли. Стало ясно, что артефакт или неизвестного происхождения противодействия собачьему руку. Только подумайте! Мы начали работу над проектом. К нему были допущены только самые рьяные, скрупулезные, тщательные врачи и научные сотрудники, которые были готовы потратить месяц на наблюдение и изучение этой синтетичной находки. С ума сойти! А что же было дальше? Прошу вас, сталкивай! Не перебивайте! Не перебивайте! Так вот, начиная чем навелся. Мы изучили артефакт на молекулярном уровне. Проведя ряд экспериментов со всеми доступными представителям местной фауны, было выяснено, что этот артефакт действовал как настоящий яд. Он мгновенно поражал целые рецепторы хищников. Мы решили предпринять действие, которое нас, конечно, на итоге не поглубило. Мы решили отделить кепестки от самого стебелька. Газ выделялся непосредственно из кепестков. Это очень похоже на процесс фотосинтеза. Понимаете? Мы планировали пересадить из кепестки в инкубаторах. У нас все получилось, не было осечек. И в очередной раз, когда мы полетели кепесток в газоанализатор, произошло замыкание электричества. Нарушилась мощность на доме для газоанализатора. Кепесток выжил у себя все, что было. Добившись невероятной плутности, газ пробил стеклянную кову. Он просочил савитивационную систему бункера. Даже сфинтами не справились с таким герким веществом. Он содержал в себе тарин. Это бесцветное нервно-парабетическое вещество со слабым бутовым запахом. При небольшой датировке не представляло себя опасности, но произошло ее нарушение. При попытании на кожу или одежду он быстро впитывается. Понимаете? Отравление тарином сопровождается появлением бронхоспатического криза, напоминающего приступа удушья. Происходит вивление токсической нефробатии. Другие симптомы обильные течения, усиленная секреция бронхиальных бытовых желез, повышенная отряда вленинные зрачки сужаются, оборожается ядная система. Так, а как мы тогда здесь находимся, если тут все еще есть эти газы? Всем мои коллеги погибли в моих глазах отопущены. Когда умирает человек, с которым ты провел большую часть своей жизни, в голове происходит неописуемое, душерастяжающее чувство, чувствовать бессилие, бесполезности, потому что ты не в состоянии что-либо с этим делать. Смерть приходит не быстро, неучительно, притяжно и так глубины души больно. Черт, эта история надолго сядет в моей голове. Нет смерти страшнее, но все же у меня осталась череда вопросов. Почему я здесь? Почему этот газ не действует на меня? И почему вы со мной говорите? Ведь вы погибли вместе с вашим научным персоналом? А, насчет почему вы здесь? Я не знаю. Я могу лишь предположить, что сама плана вас сюда не спасала. Я понимаю, что с научной точки зрения это бреды не соседятся, но присидеть здесь полвеками, когда я забываю о научном факте и доказательстве. Повторюсь, что тело мое мертво, но моя душа и разум живые. Зона не отпускает меня, потому что именно я был центром того, чтобы забрать артефак слащавшего озера. Я уверен, что ваши силы от меня вызовут. Пожалуйста, не оставляйте мне одного. Я готов помочь, только скажите, что я могу для вас сделать? У меня есть два предложения, что можно принять. Первое, я точно помню, как один звонок стал претермерским артефактом. Он утверждал, что тот обладает невероятной регенерацией. Крайне настойчив. Мы выкупили у него артефакт и оставили это лучше к времену, так как это не будет. у что львови трех и его у Второе, как я уже говорил, зона не отпускает меня, потому что я забрал его и его отменял Если вы несете этот артефакт в то же месте, где вы его забрали, то зона наконец-то не отпустит Ну что, продолжим игры с зоной Попробуем с помощью другого артефакта, как я понимаю, исправить эту ситуацию Ну давайте попробуем первый вариант Понятно, поищу Так, а кстати с тобой можно торговать, ничего себе Ладно Так, в бункере говоришь, да? Ну и здесь, где мы очнулись, вроде как ничего больше нет Тут вроде как тоже ничего не видно Ну и что? Так, а может вот эта дверь теперь откроется? Нет Но по идее же они должны хранить артефакты вот где-то там у себя, как я понимаю Тут дверь заперта Но если есть вообще вариант возможности с ней взаимодействия, может быть ее как-то можно открыть Может там у них какой-то склад Но никаких ключей Ключ карты, чего-то подобного я тут не вижу Можно включить и выключить радио Я тут уже начал лазить по кроватям В надежде найти какой-то маленький предмет Как оказалось Эту картину можно было снять И вот лучше тогда видна морзянка Конечно интересный способ Получения кода к замку Как-то мы проходили модификацию Может между небом и землей она называлась Может это был другой мод Но не так давно Где нужно было на радаре Там как-то через окно Увидеть код написанный на стене Я тогда еще говорил О, интересный способ как открыть дверь Но здесь вот еще дальше пошли Прикольно Но что делать дальше Пока непонятно Похоже вот То, что нам нужно Ну запрятали, конечно Так, как только до него долезть Ну-ка Ох, сомневаюсь я Ага Ну и вот он артефакт Болванка Странный артефакт С виду ничем не примечателен Но по словам ученых Обладает сильной регенерацией Ну давайте Попробуем Взгляните Это тот артефакт? Дайте Да, да, тот самый Подождите немного Я попробую воспользоваться Хорошо, я подожду здесь Ждем Цирюльник Возможно я могу Перелезть через заграду Но судя по звукам Все пошло не по плану Чего и стоило ожидать Так Хорошо Перелезть Перелезть Я думал Может быть тут будет Какая-то клавиша И нас катсцены Перебросит А нам предлагают Серьезно тут прям Самим перелезать А вот Есть все-таки Все-таки есть Ага Отлично Так Коллега Как проходит Наблюдение Все стабильно? Да, профессия Опыт протекает Стабильно Не забывайте следить За мощностью На тумбле Реказанного Все показания С прибора Необходимо Выписать В отчетный журнал Конечно Рафи 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 Ну Короче У профессора Не получилось Магнитную Ключ-карту Нашли Теперь Можем Выбираться Больше Тут ничего Интересного Нет Ну Похоже Что Нет Ни с чем Не повзаимодействуешь Бумаги Не подобрать Хотя Там В катсцене Упоминался Отчетный Журнал Возможно Вот это Он и есть Но Подобрать Его нельзя Ладно Тогда Уходим Так Не понял Перелезть О Все Сработало Хорошо Покинуть бункер Ученок Все пошло Не по плану Но ничего Уже не изменить Пора уходить Из этого Проклятого Места Необходимо Даже Так Ладно Ну что Еще тут Какие-то Что-то не верит Теперь нас Призраки Будут Преследовать Или Зона Наказывать За то что Мы Решили Выбрать Другой Вариант Так Ну ладно По заданию Нам нужно Двигать В сторону Дикой Территории Так что Наверное Уходим Или может Тут пробежаться По кругу Вдруг Чего-то Где-то Можно Отыскать Вроде Как Ничего Здесь Нет Ну давайте Все-таки Хотя бы Разок Тут Так Посмотрим Вдруг Чего-то И найдем Но похоже Надо топать В сторону Дикой Территории Так А на самом Бункере Тоже Ничего Так Ладно Тогда Пойдем К переходу На дикую Территорию Но что-то Мне подсказывать Что проводника Там Не будет Ну сейчас Посмотрим Призрак Тут Очередной Тут Призрак Сидит С винторезом Гришка Печорин Здорово Мужик Куда Путь Держишь Ну а ты Что за чудо Чего-чего Мужик Чудес не бывает Я с товарищем Дикой территории Путь держу Только вот проводник На что-то Обаздывает А без него Хрен До туда Живым Доберешься После последнего Выброса Аномалии Местами Поменяло Уже Нескольких Доходя Каруселями На запчасти Разобрало А у него Представляешь Какая-то Картотроп Есть По которой Он людей В два счета На нужное Место Сдаёт На дикую Территорию Говоришь Значит Нам с тобой По пути Кстати Ты говорил Что с товарищем Путь-дорогу Держишь Закономерный Вопрос А где он Васька Свои нычки Отошёл Сказал Мол Хабар Прекрат На чём Людей А коль Мы смазываем Отсюда То надо Его с тобой Забрать Правда Шеф Он сейчас Наслышит Слушай А Можешь Сходить Да проверь Что он Заботится Я бы Сам Сходил Да боюсь Проводника Промаркать Выручишь Ладно Хрен с тобой Говори Куда он Отчалил Поищу Это Тебе Прямо По дороге В сторону Завода Потом Свернёшь В телевение Там Будет Кирпично Трансформатор Наверное Кат Вот там Он и должен Войти Ясно Поищу Этого Растяпу Обожди Пока Тут Такс Ладно Ну давайте Пробежимся Ну чувствую Что там Будет очередной Призрак Или может быть Уже Труп Призрака Хотя не знаю Как вообще Такое Возможно Труп Призрака Так Опа Призрак Попал В аномалию Или Другой Призрак Поймал Этого Призрака Что у вас Тут Происходит Неизвестный Что Ты Кто Такой Отпусти Сталкера Не понимаю Отпусти Сталкера Урод Слышишь Меня Это Бесполезно Найти Способ Спасти Сталкера Ситуация От И до Зависит От моих Действий Я должен Спасти Сталкера Но Что Мне Делать Я могу Убить Неизвестного Чтобы Спасти Ваську Либо Я могу Поискать Более Надежный Способ Избавить Сталкера От Мучений Ё-моё Так Ну Какие Тут Более Надежные Способы Есть Что Нас Туда Не Пускает Так А Там У Нас Тайник Ничего Си Тут Что То Со 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 Что Мне С Этим Делать Ну Просто Пострелять Что Сработало Ага Прибор Похоже Мы сломали Таким Образом Васька Что Же Я Наделал Эх Все Мы Тут Сдохнем Так Ты Сюда Пришел Так Что 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 Это Здесь Так Было Чудо Инженерной Мысли Ладно Нет Васька Не Может Быть Мне Очень Жаль Что Послушай Ты Не Представляешь Что Здесь Произа О чем Ты Говоришь Я Пытался Спасти Твоего Друга Пытался Так Подожди Трожище Я По-моему За всю Игру Ни разу Не Сохранился Так Что Сейчас Так Убить Или Убежать Подожди Приятель А что тут Кстати Лестница Делает Интересно Что-то Я ее Не помню Не Ну Убивать Мы Его Не Будем Ладно А чего Тут Лестница Делает Может Можно Куда-то Залезть В Какое-то Место Где Что-то Будет Интересно Или Это Просто Так Тут Ее Поставили Так Ладно Короче Обогнал Убивать Его Мы Не Будем Ну Допустим Так Значит Опять Идем К переходу На дикую Территорию Судя По всему По основному Заданию Квест Все еще Висит Территория Продолжение следует Так И Что это Мы Это все Были Какие-то Эксперименты Над нами Так Подождите Секунду Я бы Понятно Мы в этой части Бункера Там просто Музыка Играет Профессор Что происходит Как я здесь Оказался Молодой человек Мы Подобрали вас Без сознания Неподалеку От озера И Госпитализировали Кажется На вас Подействовала Неизвестного рода Аномалия Вы Долгое Время Пребывайте Под Нашим Наблюдением У вас Крайне Нестабильный Пульс Дыхания И В целом Состояние Организма Сейчас Любая Даже Незначительная Нагрузка Для вас Это Буревестник Смерти Настоятельно Рекомендую Пройти у нас Более тщательное Обследование Но Это позже С минуты На Минуту Начнется Важный Опыт Вам Здесь Находиться Крайне Нежелательно Стойте Опыт Послушайте Вам нельзя Его проводить Понимаете У меня Был вещи Сон Наити Представляете Этот эксперимент Всех погубит Пожалуйста Одумайтесь Молодой Человек Прошу Не морочьте Мне голову У меня И так Нервы Не к черту Теперь еще И вы Меня уговариваете Не проводить Опыт Над которым Мы работали Долгое Время Вы Вероятно Ударились Головой Удар Скорее всего Сопроводился Небольшими Галлюциногенными Симптомами А теперь Покидьте Бункер Иначе Мне придется Обратиться К отделу Охраны Но Как же так Я неспроста Видел эти Видения Это все Обернется Непоправимыми Последствиями Поверьте Мне Извините У меня Нет оснований Вам доверять Уходите Да Такс С вопросами К командиру Понятно Так Что у вас тут Сходил бы ты Лучше К командиру Короче Понятно Уходим Ну и Идем к тропинке На дикую территорию Надеюсь Теперь уже Нас там будет Ждать проводник Так Ну кто-то Сидит Ага Так Приятель Ты похоже В скором времени Станешь Призраком Здорово Тут это Проводник Должен был Мимо проходить Не видел его Спешу Разочаровать Померт Твой проводник Только что В некролог Сообщение Пришло Дискать Его Аномалия Убила Что на входе В янтарь Образовалась Черт возьми Как же мне Теперь до дикой Территории Добраться Пешим шагом И с верой Бога Больше Тебе ничего Не поможет Все Проваривай Не до тебя И на этом все Ну не хватило В конце Какой-то Какого-то Заключительного Ролика Финального Где бы нам сказали Что дальше Произошло Или тут как бы Оставили открытую концовку Чтобы игроки Сами додумывали Погибнут там Ученые или нет Но в принципе Было интересно Что-то необычное Давайте наверное На этом Приживемся А в следующей серии Я выберу Второй вариант В диалоге Первым с профессором С призраком профессора И мы попробуем Вернуть сертефакт Обратно на болото Но это будет В следующей серии На этом пока что все Так что Всем большое спасибо За просмотр С вами был Хьюк Всем удачи И пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok